Я очень надеюсь, что уже начало складываться понимание, что же такое ядро D7, зачем оно нужно и для чего Битрикс его создал. Теперь давайте по полочкам разберем остальные аспекты нового ядра. Разберем мы их в сравнении и противопоставлении со старым ядром. Некоторые вещи там имеют прямые аналоги, некоторые только отчасти. А что-то появилось только в D7 и никаких аналогов в старом ядре не предусматривает. И это понятно, ведь изменилась концепция и подход, а не просто код. Первым делом остановимся на новой папке, которая может присутствовать в системе и в которой вы можете размещать свой код. Это папка Local. В старом ядре код, который пишут разработчики, и файлы ядра лежат вперемешку все вместе. Если вы используете систему контроля версии, то вам нужно исключить из репозитория чужие файлы, файлы ядра системы, модули и так далее. Проблема заключается в том, что нельзя просто исключить папку Bittrex. В ней находятся в том числе и файлы проекта, модули, компоненты, шаблоны сайта и так далее. В итоге файл исключения приобретает совсем избыточный вид, как вы можете это заметить. И в новом ядре вынесли основные файлы проекта из папки Bittrex в папку Local. Это позволяет изолировать имеющиеся файлы проекта от папки продукта. По сути, в исключении достаточно будет добавить только одну папку Bittrex. Какие папки обрабатываются в Local? Это Activities, действия бизнес-процессов, компоненты, гаджеты, гаджеты рабочего стола, модули, php-интерфейс. Здесь речь идет не о всей папке, а о файле init.php и папке user.lang, а также templates. Шаблоны сайтов, шаблоны компонентов, шаблоны страниц. При обработке папок приоритет всегда у Local перед Bittrex. Я вам сейчас это наглядно продемонстрирую. Начнем с шаблона сайта. Мы просто берем шаблон фурнитуру Blue D7 и перемещаем в папку Local. Больше ничего не меняем, ничего не настраиваем. И шаблон у нас теперь работает из папки Local. Нужно избегать путаницы и не копировать шаблоны, а перемещать, чтобы у нас и в папке Bittrex, папке Local не было шаблонов с одинаковыми именами. При этом другие шаблоны, которых нет в Local, но есть в Bittrex Templates, будут работать отсюда до тех пор, пока в Local Templates не будут созданы шаблоны с такими же именами. Хочу обратить внимание на то, что это же правило действует для всех других сущностей, которые мы можем поместить в папку Local. Перемещайте, а не копируйте сущности. Не допускайте, чтобы в папке Local и папке Bittrex были сущности с одинаковыми именами. То есть шаблоны с одинаковыми названиями, модули, компоненты и так далее. Это не вызывает никаких проблем на уровне системы. Абсолютно. Она корректно обрабатывает такие ситуации. Но с большой долей вероятности это приведет к путанице у программистов, которые занимаются проектом. Компоненты. Свои собственные, в своем пространстве имен. Здесь хочу вас предостеречь от путаницы в определениях. Есть пространство имен, которое вы в папке Компонент, рядом с папкой Bittrex, создаете папку, например, Академии. И копируете туда штатные компоненты для кастомизации. А есть Namespace, что также переводится как пространство имен. И что относится к сущностям PHP, а не Bittrex, о Namespace я расскажу вам далее. Мы также в папке Local можем создавать папку Компонент. О ней свое пространство имен и размещать там свои компоненты. Паритет папки Local тут также работает. Поэтому если нам нужен какой-то компонент, чтобы был размещен в папке Local, то мы его перемещаем, а не копируем, чтобы не было путаницы и был порядок. Например, компонент класс из адресной пространства Академии. После того, как мы переместили его в папку Local, у нас ничего не меняется в его вызове и работе. Хочу вас предостеречь копирование или перемещение штатных компонентов Bittrex, которые размещены в пространстве имен Bittrex. То есть нельзя взять и создать в папке Bittrex компонент пространство Bittrex и туда перемещать компоненты самого Bittrex. Это категорически запрещено делать. Эти компоненты относятся к ядру. Как любую часть ядра и эту часть редактировать запрещено. Но это не относится к кастомизации компонентов. То есть копировать в свое пространство изменяйте, как вам необходимо. Далее, что у нас может встретиться. Шаблоны компонентов. Как помню, шаблоны компонентов у нас по приоритету размещаются в текущем шаблоне сайта. В шаблоне по умолчанию всего сайта. В шаблонах, лежащих у самого компонента в папке Компонент. С папкой Local принципиально так же ничего не меняется. Если мы переместили текущий шаблон сайта, то перемещаем все шаблоны компонентов, которые в папке шаблона сайта размещены. Если мы перемещаем в папку Local шаблон сайта по умолчанию, то с ним перемещаем шаблоны компонентов, тут же размещенные. Ну и следует, если у нас свой компонент, который мы переместили в папку Local, шаблон этого компонента, размещенный самим компонентом, так же перемещается. Ну и последнее, что я наглядно вам хочу продемонстрировать. Это размещение в папке Local своих собственных модулей. Штатные модули битрекса размещаются в папке Bittrex Modules. Их трогать так же нельзя. А вот свои собственные модули мы можем переместить в папку Local Modules. Вызовы, работа с модулями, ничего не меняется. Меняется только путь размещения модуля, и возможно, иное размещение модуля вам нужно будет учитывать в самом модуле. Берем собственный модуль Академия ООП и увеличаем его в папку Local. Смотрите в админке, что данный модуль так же видим системой, и никаких ошибок у нас нету, не происходит. Вот он в списке, собственно. Хочу остановиться на еще одном моменте. Если вы разрабатываете модули до Marketplace, вы можете разрабатывать свои решения и размещать их в папке Local. Но учитывайте, что при установке этих решений из Marketplace решения будут устанавливаться в папку Bittrex, а не Local. Продолжение следует...